Начну выпуск чрезвычайного происшествия. На улице Коммунаров час назад потушили крупный пожар в частном доме. Огонь охватил 100 квадратных метров. 23 спасателя и 6 спецмашин боролись с ним в течение часа. Большая часть времени ушла на локализацию. Это когда пламени отрезают возможность охватить соседние здания. А это было вполне реально. По свидетельству очевидцев, сильный ветер раздул огонь буквально за считанные секунды. Скорость, которую он уничтожал постройку, наглядно показывают кадры, снятые на мобильный телефон всего через 10 минут после начала пожара. Пока огнеборцы заливали водой и пеной горящее здание, из соседних домов эвакуировали людей, выносили мебель и бытовую технику. Мы с мужем пришли с работы, сидели на кухне. Наши окна выходят именно на вот эту часть. Слышим в окна стучат соседи громко. Выходите, у вас горит рядом. У нас, получается, рядом дома стоят. Этот дом охватило полностью пламя. Ветер был сегодня очень сильный. Прямо в нашу сторону. Мы побегали. Милиция сказала, чтобы мы срочно взяли, собрали детей, документы. Пожарные машины перегородили трамвайные пути. Транспортное сообщение по коммунарам было остановлено в обоих направлениях. Блокаду сняли около 9 часов вечера, когда огонь удалось потушить. Обошлось без пострадавших. В последние три года сгоревшее здание было нежилым. Каждый день тут новые какие-то люди появляются. Именно можно их назвать словом бомжи. Милиция каждый день. Электричеством. Чем они будут топить? Только электричеством. Вот, наверное, все это короткое замыкание. Завтра на месте ЧП продолжит работать следственная группа. Эксперты выяснят точную причину пожара.